РОЛЬ ВОДЫ В ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ Вода – это уникальное вещество, созданное природой. Она, ввиду особенностей своего состава и строения, обладает рядом свойств, благодаря которым она проявляет большую химическую активность. В реакциях вода может выступать в качестве реагента, катализатора, реакционной среды, осуществлять транспортировку веществ. Очень большое количество реакций протекает в водной среде. Способность веществ растворяться в воде или в другом растворителе называется растворимостью. По растворимости в воде все вещества делят на три группы. Растворимые – растворимость составляет более 1 грамма вещества на 100 граммов воды. Малорастворимые – растворимость составляет от 0,01 до 1 грамма вещества на 100 граммов воды. Практически нерастворимые, растворимость составляет менее 0,01 г вещества на 100 г воды. Растворимость веществ в воде отражена в таблице растворимости кислот, оснований и солей. Растворение – это сложный физико-химический процесс, в ходе которого происходит взаимодействие частиц растворителя и растворяемого вещества. Физическая сторона процесса. После контакта частиц растворителя и растворенного вещества, частицы растворенного вещества отрываются от поверхности растворяемого вещества и распределяются по всему объему растворителя благодаря диффузии. Химическая сторона процесса. Взаимодействие молекул растворителя с частицами растворяемого вещества, которое приводит к образованию устойчивых соединений. Если в качестве растворителя выступает вода, то взаимодействие растворенного вещества с водой приводит к образованию соединений, которые носят название гидраты, а сам процесс называют гидратацией. Если увеличить содержание растворенного вещества, то из раствора выпадают кристаллы, содержащие в своем составе воду, которую называют кристаллизационной, а сами эти кристаллы называют кристаллогидратами. К наиболее известным и широко используемым кристаллогидратам относятся кристаллическая сода, медный купорос, железный купорос, глауберова соль, гипс и другие. Гидратная теория растворов была предложена русским ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Некоторые вещества способны в воде распадаться на ионы, диссоциировать. Они называются электролитами. Электролиты по-разному диссоциируют в воде. Способность электролита к диссоциации характеризуется величиной, степенью электролитической диссоциации, которая указывает отношение числа молей вещества, которое диссоциировало, к общему количеству растворенного вещества. В зависимости от величины степени диссоциации, все электролиты делят на сильные, у которых степень диссоциации приближается к единице, и слабые, у которых степень диссоциации приближается к нулю. К сильным электролитам относят щелочи, растворимые соли, некоторые кислоты. К слабым – нерастворимые соли, ряд неорганических и почти все органические кислоты. В водных растворах сильные электролиты практически полностью диссоциируют на ионы, поэтому уравнение диссоциации записывается как необратимый процесс. Например, гидроксид калия полностью диссоциирует на ион калия и гидроксид ион. Серная кислота полностью диссоциирует на два иона водорода и сульфат ион. Уравнение диссоциации слабых электролитов записывается как обратимый процесс. Например, фтороводородная кислота незначительно диссоциирует на ионы водорода и ионы фтора. Уксусная кислота слабо диссоциирует на ацетат-ион и ион водорода. Даже вода в некоторой степени подвергается диссоциации на ион водорода и гидроксид ион. Изначально теория, которая объясняет электропроводность растворов, была предложена шведским ученым Сванте Августом Арениусом в 1887 году. Однако русские ученые Иван Алексеевич Каблуков и Владимир Александрович Кистяковский дополнили эту теорию. Суть теории электролитической диссоциации заключается в том, что электролиты в растворах и расплавах диссоциируют на противоположно заряженные частицы ионы. В зависимости от того, какие ионы образуются в результате диссоциации, электролиты делят на кислоты, основания и соли. Кислоты – это электролиты, которые диссоциируют на катионы водорода и анионы кислотного остатка. Например, соляная кислота диссоциируют на катион водорода и анион хлора. Азотная кислота диссоциируют на катион водорода и нитрат анион. Основания – электролиты, которые диссоциируют на катионы металла и гидроксид анионы. Например, гидроксид натрия диссоциируют на катион натрия и гидроксид анион. Гидроксид бария диссоциирует на катион бария и 2 гидроксид аниона. Соли – это электролиты, которые диссоциируют на катионы металла и анионы кислотных остатков. Например, сульфат цинка диссоциирует на катион цинка и сульфат анион. Хлорид кальция диссоциирует на катион кальция и хлорид анион. В органической химии реакции, где вода выступает в роли реагента, носят название реакции гидротации, реакции присоединения воды. Например, гидротация этилена. При взаимодействии этилена с водой образуется этанол. Гидротация ацетилена. Ацетилен при взаимодействии с водой образует уксусный альдегид. В неорганической химии вода также может выступать в качестве реагента. Щелочные и щелочноземельные металлы активно реагируют с водой, с образованием щелочей и выделением водорода. Например, при взаимодействии калия с водой образуется гидроксид калия и водород. При взаимодействии кальция с водой образуется гидроксид кальция и водород. Галогены также способны к взаимодействию с водой. Но в данном случае нет общей схемы реакции, так как при взаимодействии разных галогенов с водой образуются разные продукты. Пример. При взаимодействии фтора с водой образуются плавиковая кислота и кислород. А при взаимодействии хлора с водой образуются соляные и хлорноватистые кислоты. Вода также взаимодействует с основными и кислотными оксидами с образованием соответствующих гидроксидов, щелочей и растворимых кислот. Например, при взаимодействии воды с оксидом кальция образуется гидроксид кальция. При взаимодействии воды с оксидом углерода четвертой валентности образуется угольная кислота. Кроме этого, вода является участником процессов электролиза и сама под действием электрического тока образует водород и кислород. Пример.